В эфире Вектор ТВ новости с обзором событий Юлия Рубцова. Здравствуйте! Сегодня выпуски. Проверка готовности в Новополоске стартовала приемка учреждений образования к новому учебному году. Вместе в школу под эгидой Красного Креста в Новополоске стартовала благотворительная акция. Для новополоских хоккеистов открылся новый сезон Кубка Беларуси по хоккею. На домашней ледовой арене химик встретился с минской юностью. Новополоские воднолыжники пополнили копилку своих успехов медалями первенства Европы. Подробнее об этом расскажем в ближайшие минуты. Учреждения образования Новополоска в эти дни сдают экзамен на готовность. В городе стартовала приемка школ и садов к новому учебному году. Специально организованная комиссия посещает каждое учреждение, чтобы дать оценку проделанной за лето работе, а по ее итогу выдать акт готовности. Продолжит тему Александра Качан. Считанные дни назад в коридорах еще пахло краской, повсюду кипела работа. Сегодня обновленные кабинеты уже встречают первых гостей. Комплексной комиссии специалисты посещают все учреждения образования города. Косметические, а где-то по возможности и капитальные ремонты в летние месяцы были проведены в каждом дошкольном учреждении, в каждой школе. На этом коллективы сосредоточили все силы. Были задействованы все возможные резервы. Это и помощь шефов, средства бюджета и попечительских советов. Особые слова хочется высказать шефам, закрепленным предприятиям, которые в течение всего года помогали нашим учреждениям образования, как дошкольным, так и средним школам. Ну и, конечно же, в летний период они особое внимание также уделили своим подшефным учреждениям. Также хочется сказать слова благодарности родителям, которые всегда остаются вместе с педагогами в летний период, где-то руками помогают, где-то материально помогают. Ремонт системы отопления, электроснабжения, пожарной сигнализации, замена оконных и дверных блоков. На эти цели в том числе в нынешнем году были израсходованы средства городского бюджета. Но большую их часть все же было решено потратить на ремонт кровель. При подготовке к началу учебного года было очень много уделено вниманию, в первую очередь, ремонту кровель. Учреждения образования, на что были выделены деньги из бюджета в размере 100 тысяч рублей. И ремонту из небюджетных средств, это ремонту столовых, помещений пищеблока. Это в первую очередь. Столовые, спортзалы, учебные кабинеты, информационные стенды – все под пристальным вниманием членов комиссии. Воспитанникам и ученикам в наступающем учебном году должно быть комфортно и безопасно. Школы все подготовлены, хорошо, санитарно-техническое состояние удовлетворительно. Водоснабжение, канализация, освещение соответствуют санитарным требованиям. Много сделано в плане ремонта, особенно косметического. Коллективы школ у нас традиционно это делают. Комиссия будет работать всю текущую неделю. Паспорта готовности к учебному году 2017-2018 учреждениями должны быть получены до 11 августа включительно. Александра Качан, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. Поможем собраться в школу. Городская организация общественного объединения Красного Креста в преддверии наступающего учебного года проводит благотворительную акцию «Вместе в школу». Акция только стартовала, нуждающимся уже оказана первая помощь. Обувь, пиджаки и другая одежда. В эти дни в Красный Крест обращаются семьи, которым необходима помощь в сборе ребенка к учебному году. О том, что акция «Вместе в школу начнет свою работу» представители благотворительной организации заблаговременно сообщили в учреждении образования. И в первые дни в обществе уже есть и первые обратившиеся. Я вот хочу выразить большую благодарность Красному Кресту за, ну, хотя бы за какую-то помощь, потому что у меня ребенок инвалид, и за помощь ребенку инвалиду и семье нашей. Эта помощь большая по подготовке к школе. У нас много новых форм школьных, приносят много одежды. Жители нашего города знают, что эта акция традиционная, и накануне вот этой акции тоже приносили одежду. Так что достаточно у нас посетителей, и это будет продолжаться. Акция «Вместе в школу под эгидой Красного Креста» для Новополоцка уже стала традиционной, и в рекламе особо не нуждается. Кто желает помочь, приносят вещи. Кому помощь нужна, обращаются. Кстати, продлится благотворительная акция вплоть до 16 сентября. Александра Качан, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. В Новополоцке дан старт новому сезону Кубка Беларуси по хоккею. В первом матче противником хоккейного клуба «Химик» стала «Минская юность». Подробности матча у нашего корреспондента. Стартовый матч Кубка Руслана Салея для новополоцкого «Химика» выдался весьма напряженным. На протяжении первого периода счет на табло оставался неизменным. Новополочане достойно держали оборону против «Минской юности». Ворота защищал Сергей Степанов. Во втором отрезке матча борьба между соперниками обострилась и приобрела особый накал. Открыть счет удалось хоккеисту из юности Максиму Парфеевцу. Первый гол в ворота «Химика» был заброшен на 28-й минуте встречи. Соперники «Химика» играли в большинстве. Несмотря на достойную оборону со стороны новополочан, на 34-й минуте матча минский нападающий Максим Парфеевец забросил еще одну шайбу в ворота «Химика». Юность играла в большинстве. Третий период команды соперники провели на ледовой арене в равных составах. Но несмотря на это, подопечные Михаила Захарова забросили в ворота «Химика» еще три шайбы. К концу матча счет на табло показал 0-5 в пользу гостей. Все 60 минут мы от начала до конца здорово сыграли. Ну, плюс еще, к удивлению, к своему удару иголы забили в большинстве. Мы хотя вообще не отрабатывали, потому что у нас меняются составы. Тут травмировано, то еще так только вот сегодня, можно так сказать. Поработали 5-4, но получилось даже, получились неплохие иголы забили. Воротарь молодец, на ноль отставил. Вместе с тем, главный тренер хоккейной команды «Химик» Денис Тыгнюк отметил, что несмотря на такой исход игры, своими подопечными в целом доволен. По итогу встречи будет проведена работа над ошибками. Все ребята молодцы, все старались, бились. Претензий особых вообще никому нет. Что-то по правилам. Ни по игре, ни по отношению по сегодняшнему нет. Были ошибки, но где-то были ошибки, которые допустили наши хоккеисты, а где-то были ошибки, что заставила юность нас ошибиться за счет своего движения, мастерства, передач. Поэтому никому претензий нет. Довольно команда. Лучшим игроком матча в составе «Химика» стал голкипер Сергей Степанов, на счету которого 40 сейвов. Следующую игру на домашней ледовой арене новополочане проведут 14 августа. Соперником выступит «Динамо» из «Молодечно». Начало встречи в 19.00. Карина Херсан, Артем Табаков, Вектор ТВ. Новополоцкие воднолыжники пополнили копилку своих успехов медалями первенства Европы. За пять соревновательных дней спортсмены завоевали 12 медалей, восемь из которых высшего достоинства. Чемпионат Европы по водным лыжам за кратером стартовал 2 августа в Испании. Побороться за звание лучших воднолыжников на европейском континенте. Сюда собрались порядка 200 спортсменов из 23 стран. Победа здесь, рассказывают наставники участников, не далась просто. И причина вовсе не в конкуренции. Эти соревнования очень сложные оказались вообще в истории наших водных лыж новополоцких. Дело в том, что Испания четверо суток в дороге туда. Вот сейчас четверо суток они с воскресенья едут домой назад. Жавище там 40 градусов. И впервые три чемпионата объединили в один. Раньше были только соревнования до 14-17 лет. А сейчас еще добавились группа 21 год. То есть три чемпионата в одно время на двух озерах. Нынешний чемпионат еще раз доказал, что спортсмены из Новополоцка трудностей не боятся. Здесь не было равных младшей возрастной группе, которые завоевали для своей страны золото в командном зачете. Также первого места удостоена и возрастная группа до 21 года, в которую вошли и новополочане. Мария Бельская заняла первое место в личном зачете в прыжках на лыжах с трамплина. Мария единственная в своей группе превысила отметку в 30 метров. София Гвоздева в личном зачете стала второй в фигурном катании и третьей в многоборье. Они завтра приезжают в Минск и сразу же остаются на сбор для подготовки к чемпионату Белоруссии за электротягой. Это отбор на чемпионат Европы за электротягой. И буквально через неделю после чемпионата Белоруссии за электротягой будет перенство Белоруссии, отбор на перенство Европы. То есть непрерывная серия соревнований, очень ответственных. И дай бог здоровья ребятам, чтобы они выдержали вот этот напряженный сезон. На этом, отмечает Владимир Генов, расслабляться рано. Уже в сентябре новополоцкие воднолыжники примут участие в чемпионате мира по водным лыжам за тягой и первенстве Европы за электротягой. После в чемпионате Европы по водным лыжам за катером. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. На этом наш выпуск завершен. Если вы что-то пропустили, программы Вектор ТВ доступны для просмотра на официальном сайте Новополоцка и на ютуб-канале телерадиокомпании Вектор. Также оперативно следить за событиями городской жизни можно в нашей группе ВКонтакте. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. По прогнозам синоптиков, в четверг, 10 августа в Новополоцке ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, днем около 25 тепла. Субтитры подогнал «Симон»